Вопрос о великой скорби Часто христиане разговаривают друг с другом о ожидании великой скорби что будет во время великой скорби Часто мы говорим о великой скорби Хотел бы поделиться своими мыслями как я вижу из Писания что есть великая скорбь В седьмой главе Откровения книги Откровения описывается величественная картина Вначале старец слышит как запечатлевается колено Израиля из запечатленных 144 тысячи а после этого он обернулся после всего взглянул я с 9 стиха и вот великое множество людей которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и предагнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом говоря, спасение Богу нашему сидящему на престоле и агнцу и все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу говоря, аминь благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков, аминь и начав речь, один из старцев спросил меня все облеченные в белые одежды кто и откуда пришли я сказал ему ты знаешь, господин и он сказал мне это те, которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его и сидящий на престоле будет обитать в них они не будут уже ни алкать, ни жаждать и не будет полить их солнце никакой зной ибо агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники и отрет Бог всякую слезу сочей их великую скорбь часто воспринимают как нечто в отдаленном будущем когда наступят жесточайшие гонения на христиан или даже часть людей считает что церкви как таковой же не будет но будет тем не менее какая-то великая скорбь в результате которой спасется огромное количество людей у меня проблемы с таким пониманием во-первых, Иоанн когда видит великое множество людей он говорит о множестве, которое никто перечесть не мог из всех племенов и народов языков стояло пред престолом пред агнцев белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках своих и они восклицают Богу это картина церкви во всей полноте из всякого колена, языка и племени это все избранные, все спасенные сказать, что это великое множество это те, которые пришли через какой-то период семилетней великой скорби в каком-то там отдаленном будущем теперь то, что вызывает у меня серьезные сомнения когда старец обращается к Иоанну и говорит вот эти все облеченные в белые одежды кто и откуда? откуда у них эти белые одежды? я сказал, ты знаешь, господин он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца вопрос, когда была пролита кровь агнца? она будет пролита? будет какой-то источник его крови который откроется в будущем? или это уже свершилось? потом, здесь написано 15 стих за это, за то, что они вышли от великой скорби омыли одежды за это, 15 стих они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в раме его кажется мне, если речь идет о какой-то будущей великой скорби о каких-то гонениях в результате которых какие-то люди, которых никто потом не мог перечесть омоют свои одежды за это они пребывают представляется, что это Евангелие спасения делами они сделают что-то, некий подвиг благодаря чему они будут пребывать во храме но давайте будем стараться размышлять в рамках Писания кто был мужем скорбей 53 глава пророка Исаии 3 стих он был презрен и умолен перед людьми муж скорбей, изведавший болезни когда Христос молился в Гефсиманском саду он признавался ученикам своим что душа моя скорбит смертельно или же до смерти и не было подобной скорби представьте себе на Христа беспорочного, чистого агнца пятна беспорока возложены были беззакония всех детей Божьих всех избранных от начала дней до скончания века вся масса грехов все воспаление весь гнев за преступления все это было возложено на Него Он скорбил и подобной скорби как была скорбь у Христа не было и не будет все те гонения которые конечно же с которыми сталкиваются верующие во все времена во все времена все кто желает жить благочестиво будут гоним все верующие так или иначе испытывают где-то большие где-то меньшие но это происходит но не это убелило одежду эти которых никто перечесть не мог они вышли от великой скорби то есть они являются плодом страдания Христа Он узрит плод страдания Он узрит семя долговечное в результате жертвы Иисуса Христа по причине Его смерти Его скорби подобной которой не было никогда будет великий народ великое множество людей они вышли от великой скорби то есть от они являются продуктом плодом страдания Христа и их одежда убили на Его крови потому что Он окропил их кровью своей и не их заслуга Агнец это сделал и потому они будут служить Он дал им эти одежды праведность Он убелил их своей кровью не они это сделали и скорбь великая это скорбь Иисуса Христа на кресте таково мое понимание оно христоцентричное и если даже мы можем вывести из Писания что к концу времени будет происходить усиление нечестия и верующих будут гнать больше возможно да возможно это будет малое время но не это есть великая скорбь великая скорбь по крайней мере то что я вам сейчас зачитал великая скорбь это то что произошло в Иисусе Христе я хочу чтобы мы мы понимали это чтобы за все воздавали честь и славу Богу который совершил это который Сына Свою не пощадил но предал за всех нас ему за все да будет хвала чести и благодарения Аминь